Потребности украинской армии и пути ускорения поставок Киеву боеприпасов и вооружений – эти темы стали главными на встрече министров иностранных дел стран ЕС. Европейский союз намерен предложить трёхэтапный план обеспечения Украины необходимыми боеприпасами в срочной и долгосрочной перспективе. Предложение предусматривает три компонента – немедленная передача боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов из имеющихся запасов или незавершённых заказов, использование общей системы закупок для агрегирования заказов европейской промышленности, наращивание промышленного потенциала Европы для удовлетворения текущего и будущего спроса – из публикации в издании «Блумберг». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить средства из Европейского фонда мира на покупку для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это предложение также обсуждалось с министрами обороны стран ЕС на неофициальной встрече 7 марта в Стокгольме. Самый большой приоритет для G20 сегодня – пытаться остановить эту войну. Нет ничего более важного в мире. Если мы не остановим эту войну, то будем испытывать очень тяжёлые последствия. Это касается не только Украины, которая платит высокую цену, не только Европы, но и всего мира. Потому что последующий продовольственный и энергетический кризис поставят мир в очень тяжёлую экономическую ситуацию. Поэтому нет сейчас большего приоритета, чем этот. Согласно предложению Эстонии, направленному государством-членам блока, страны Европейского Союза должны инвестировать около 4 млрд евро в совместные закупки 1 млн патронов. Они, по словам представителей Украины, необходимы в этом году для отражения российского вторжения. Это стратегическое направление, которое мы должны достичь как минимум. Мы достаточно уверены, что отрасль способна это сделать, как только появится сигнал и контракты. Единственный способ решить эту проблему – это инвестиции, которые необходимы прямо сейчас. Кости Салм, постоянный секретарь Министерства обороны Эстонии, в интервью изданию «Блумберг». Чехия планирует поставлять в Украину ловушки, которые изготовлены из синтетического шёлка. Визуально они похожи на настоящие боевые машины и вводят врага в заблуждение, поскольку имеют тепловой след и появляются на радарах, чтобы обмануть вражескую разведку. Я могу сказать, что если мы хотим поддержать страну-партнёра, которая находится в беде, мы отправим им надувные подушки «Инфлатек», и они уже есть или наверняка будут. ЕС уже помогает своим членам снабжать Украину оружием через отдельный фонд. Средства из него используются для возмещения расходов странам, которые передают оружие Украине. На данный момент в рамках этого механизма было выплачено 3,6 миллиарда евро в качестве возмещения расходов, и страны ЕС согласились вложить в него ещё 2 миллиарда евро в этом году. Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве. Я полон решимости поддержать наращивание производства европейской оборонной промышленности, чтобы противостоять реалиям конфликта высокой интенсивности, начиная с вопроса о боеприпасах. Тьерри Бреттон, комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка в интервью «Политику». Окончательные результаты переговоров министра обороны стран ЕС должны озвучить после завершения встречи 8 марта.